Не пойми, что там. По-нашему это скорее суп какой-то, там тоже. Ширы какие-то туда там, сахи, овечи. Ну, потому что там надо максимальную калорийность создать. А потом, это же вкусовое, оно дело привычки. Ну да, да, это же вкусовое, оно дело привычки. Помнишь, была вот эта выставка отвратительной еды в Швеции? И я смотрела репортаж, ну, там всякие все, стеллинги. Насекомые, приготовленные хомячки. Ну, такое, что не едят люди обычно. И вот там, интересно сказал журналист, такое мысль у тебя. Сейчас. Полотенце? Ну, так вот, журналист сказал вам интересную мысль о том, что очень быстро меняются представления о том, что грязливые есть, а что нет. Уже не говоря о том, что в разных местностях они сильно отличаются. Ну, то есть многое из того, что мы сейчас едим, раньше было не мыслили. Вот. А то, что ели раньше, сейчас никто не станет. Ну, что-то примеры сейчас не могу привести. Ну, там были какие-то, ну, совершенно, знаешь, вот бытовые. Вот то, что тут каждому знакомы. Ну, вот. Слушай, еще вот интересная тут ситуация возникла у Флориги на канале. Она рассказала про ситуацию, как некая женщина, некая женщина, ей написала и пожаловалась на очень сильную депрессию. А, ну, я помню сейчас. Да, ну, я скучала в данном случае про то, что у нее там муж в коме, кажется, не то ли погиб, то ли в коме лежит. Она одна с маленьким ребенком, она в депрессии, у нее суицидальные мысли. Значит, и та ей сказала, ну, типа, сочувствую, вот, держись там, все. Но та продолжает ей писать. Вот, то есть, понимаешь, это совершенно незнакомый человек. Вот, продолжает писать, это все, мне плохо, я плачу. И та в какой-то момент ей ответила, что, ну, если у тебя депрессии, суицидальные мысли, обратись. Куда? Ну, к психологу или к психиатру. Да, она точно так. Ну, я понял, да. Да, ей сказала. И вот тут народ что-то истерит, прям ее заменесили все, пишут, что, типа, фига себе, как бы, ну, нечеловечное это. Нет, ну, я ее понял, Флориду эту, Ялту. Ну, потому что, понятно, ну, незнакомый абсолютно человек начинает тебя, ладно, еще близкий, ты ему, как бы, это самое, вы друг друга знаете там. Ну, да. И то, есть границы какие-то. Вот, а так незнакомый человек наносил и пишет, и пишет, и пишет, ну, ну, я понимаю, ну, чего. Нет, ну, просто, во-первых... Я ей говорю, что она хочет от нее, я ей уже посочувствую. Что она еще больше может сделать? Ну, ладно, может еще посочувствовать. Нет, ну, смотри, ну, с медицинской точки зрения, обратиться к специалисту, мне кажется, это единственный правильный выбор. То есть, я, ну, как бы, у тебя проблема, да, но то же самое, вот если она звонит кому-то или пишет, и говорит, у меня дом горит, ну, что в этом случае ты реагируешь, да, ты говоришь, какой ужас, ужасно я тебя сочувствую, звони пожарным, да. Ну, да. То есть, если ты, у человека горит дом, ты советуешь позвонить пожарным, это же не значит, что ты отмахиваешься от него, да, ты ему даешь единственный верный совет. Ну, да. Обратиться к специалисту, который тебе поможет. Ну, да, все правильно. Ну, да, здесь, по-моему, с психиатром тоже самое. А вторая там история, я вот не поняла, это та же самая женщина или другая, по-моему, другая, которая пришла на свадьбу, там, друзьям и родственникам, вот, на свадьбу пришла, а в нее самой горе. То есть, то ли муж у нее умер, то ли в коме лежит, там, я запуталась, у кого там, что с мужем произошло. И каким-то образом на свадьбе это стало моментом обсуждения, что все стали обсуждать ее горе, она сидит там, плачет, ну, что-то вот такое происходит, там, быстро проявалось, не успела подробности рассказать. И Люда говорит, что, ну, это неприлично ходить на свадьбу и там свое горько прокачивать. Вот, типа, мол, если у тебя горе, ну, сиди ты дома, там, с подружкой, там, пей водку, не знаю, ну, как бы, ну, где свадьба, это другая тема вообще, да? Ну, да, что ты ходишь туда, ну, все понятно. То есть, это не вопрос сочувствия, да, вопрос уместности просто. Ну, конечно, ну, естественно. Вот. Я не знаю, но с другой стороны, ну, от человека позвали, а у него такое случилось. Ну, вот, как, ну, во-первых, мне кажется, как-то вообще странно, у тебя горе, ты идешь веселиться, да? Ну, да, ты идешь на свадьбу. Ну, да, во-первых, да, ну, с другой стороны, ну, хорошо, да, ну, там еще и напрягаешь людей. Да, ну, хорошо, допустим, у тебя действительно горе, но эти люди тебе близкие, и ты как бы к ним едешь, потому что иначе они обидятся, что ты не приехал, ну, или вообще там, ну, близкие отношения, но как-то не приедешь, да, на свадьбу там все-таки. Ну, видимо, на душу, что ли, как-то все. Ну, нет, а что мы обсуждаем вообще, я не пойму, что... И хоть сказать, правильно она рассудила или нет? Ну, я зацепила тему, мне вот это стало интересно. Ну, по-моему, все, как бы, и так понятно. Ну, вот далеко не всем, ты знаешь, вот тут ее 80 человек согласны, а 213 нет. Ну, ты видишь, вот эти люди какие, отрицательные, а сколько раз ты такие вещи видел, что-то мне... Ну, что неадекватные начинают писать, массово, массово что-то там истали. Нет, ну, смотри, они не все же 213 неадекватные. Люди могут действительно не понимать, их могут действительно не шокировать. То есть, они видят в этом, они видят, что пренебрежение к чужому горе. То есть, вот они за это зацепились. То есть, как же так, у человека в горе, и в том и в другом случае, почему же все не бросаются на помощь, да? При этом, видимо, ну, у людей, ну, не то, чтобы как будто это митновато, просто так сложилось, что у людей вот эти понятия о границах, то есть, ну, куда со своим горем обращаться, где его уместно показывать, в какой мере его уместно показывать, да? Ну, да. То есть, вот здесь это просто граница не установлена. То есть, поехать на свадьбу, когда у тебя горе, наверное, можно. Тем более, что на такое событие, типа, раз в году бывает, ну, она говорилась, там, скажу, раз в году, имела в день, раз в жизни, вот. Ну, просто привлекать внимание все, да, свадьбу, да? Нет, я понял, я все понял, да. То есть, это уже прибор. Вот, я же не знаю, там, она кричала, типа, как вы можете веселиться, у меня горе такое, ну, я не знаю, ну, это вообще, конечно. У тебя горе, а у них свадьба. Ну, не припереться на нас, правильно? Я вообще, я не понимаю, что мы обсуждаем, что человек неадекватный, ну, это соседникам нет. Мы обсуждаем, что вот такие ситуации бывают в жизни, весит непонимание между людьми, как вот тут неправильно реагировать. Ну, а то с другой стороны, вот с другой стороны, наоборот, бывает, что у людей какая-то проблема, а они постеснялись обратиться за помощь, там, или просто поныть, да, просто поддержку какую-то получить, потому что они слишком воспитанные, а наоборот, беспроводно это сделать. Ну, и так, слушай, мы, ну, по-моему, такие ситуации. Наоборот же, у тех, которые люди вежливые, воспитанные, которые не будут тебе совать в свои проблемы, они наоборот, то есть ты бы им бы как раз бы и помог бы, и выслушал все, но те-то как раз ведь и не будут обращаться, даже когда им и можно, и нужно. Ну, ты знаешь, ну, это как в гостях, да, с гостями. То есть те люди, которых ты бы рад у себя видеть и поселить хоть на год, они же не будут тебя напрягать. Они же либо не приедут, либо где-то остановятся. А те, которые об этом не задумываются, так они же как раз и свалятся на голову. А кого бы ты хотела себя видеть в Оршине, не уговоришь даже приехать. Скажут, да это неудобно, да я там это... Да? Ну, папа, все. Ну, ладно, мне надо поработать хоть немного. Ну, надо процесс. Ты сегодня хочешь в какой-нибудь, там, сочельник, праздник? Ну, я хочу, как, я хочу в церковь сходить, но эта служба там начнется в 10 аж. Ну, на не больше часа я там постою, может меньше, я думаю. А до этого, ну, я даже не знаю, что. Ну, не знаю. Ну, ладно, если ты придумаешь, ты скажешь, может... Вот еще могут дети начать ходить, а у нас ничего нет. Слушай, никогда не ходи. В жизни не видела. Ну, в последнее время, да. Наверное, там у вас, в Чернигове, мы здесь никогда не ходили. Вообще, ни разу не видела. Не в Чернигове, не в Москве, в смысле. Не в Москве, не в Пущино, не в Дишнюю. Да, я думал, ну, не важно, в Москве или... В Украине, это вообще традиция такая. Ну, так у вас там же вообще диканьки, вчера и... А, ну, конечно. Ночь перед Рождеством. Да, ну... Ночь перед Рождеством. Ну, да. Слушай, а есть какое-то блюдо, но там как пасху на пасху? Ну, путья есть. Ну, там надо заморачиваться, готовить там все. Ой, это там разное. Там рис, по-моему. А, рис с изюмом. Ну, что-то, да, туда еще разное добавляют. Ну, основа вот такая какая-то. Либо рис, либо, не помню, не гречка, а там что-то еще, по-моему. Пшеница или что-то. Ну, она разная, короче. А, так точно. У меня же сегодня пост закончился. Ну, да. Это до первой звезды, вот это сегодня, да? Да. Ну, да. Ну, да. Пасхичи. Вот. Сегодня всеночная служба. Вот. Нет, там же целое, это что? На Украине это... Там же еще, потом еще, это же засевание еще. Это же вот... А, я вот там, я сам путаюсь в этих традициях. Я плохо тоже знаю это. Там же еще один день, где засевают с утра, по-моему. На Старый Новый Год, по-моему. Коля дует. А, сегодня, по-моему, Коля дует. Вот, по-моему, так. Или я путаю. Ну, короче, там я уже забыл все. Там есть колядки и... Ну, там два, короче говоря. Так ходят там, наряжаются. Причем там, там еще козу водят. Знаешь, да? А, это вот у Марии тоже там была коза с этими рогами-то из бутылок с пластиковых. Помните? Ну, да. Ну, что-то, может, она там как-то пересекается. Не знаю. Может, пересмотреть сегодня? Не знаю. Ну, в общем, ходят, ходили, по-моему, с козой. Вообще, наряжаются. А кто-то наряжается там в козу, еще в кого-то там. Вот, вроде бы. Ну, шкуру какую-то там одевают на себя, рога там цепляют. Не видела, нет? Нет. А, ну. Ну, и да, и там с инструментами ходят, что-то там. В общем, наряжаются как-то. Там, кроме, я помню, коза там персонажа, а еще кто-то, я не помню. Ну, надо глянуть. А, ну, вот, вот, мы с соседом планировали. Ну, планировали, да, я хотел бы. Ну, это еще не скоро. Слушай, мне понравился этот оливье от шефа. Ты знаешь, что, это оливье – три мяса. Там три вида мяса, говядина, куриная грудка и ветчина. Ну, считай, свинина. Мне прям, а все остальное, как обычно. То есть, там колбасы нет. Там вместо колбасы ветчина. Снимаю. Я так прямо... Ну, это же там было. Так и сделать-то нет проблем вообще. Ну, может быть. А на старый Новый год что бы хотелось бы? Я еще не думал, я еще не знаю. Не, ну, скорее сладкое или скорее какое-то... Просто мы можем организовать как бы вот чайпитие, торт, вот такой вот вариант. Или какой-то... Вот салат можно это приготовить. Не знаю, да мне кажется, это, ну, вино там такое, да. Не, ну, это само собой, это отдельно. Что у нас как основное блюдо? Либо торт, либо салат, либо... Не знаю, давай потом подумаем. Я сейчас что-то... Ну, давай. Что, возникнуть мыслей-то не скажешь? Ну, вернемся, да? Нет. Ну, да. Продолжение следует...